Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все монеты. Дорогие друзья, в этом обзоре я сегодня вам расскажу и покажу, как определить дорогой вариант 20 копеек СССР 1980 года. Среди 20 копеечных монет, отчеканенных в 1980 году, нумизматы выделяют несколько вариантов разной степени распространенности. Стоимость наиболее редкого и дорогого из них может составлять 1000 рублей. Друзья, чтобы найти его, вам нужно присмотреться к тому, как изображены некоторые колосья в снопах вокруг герба. Дело в том, что кроме нескольких родных разновидностей штемпелей для выпуска некоторых 20 копеечников этого года, по какой-то причине иногда применялись чужие штемпеля лицевой стороны от 3 копеек. При этом известные 20 копеечные монеты 1980 с неродными 3 копеечными аверсами образца 1978 и 1979 году. Так вот, самый редкий 20 копеечник с датой 1980, это тот, что отчеканен штемпелем аверса от 3 копеек 1978 года. Поиск этой редкой монеты вам будет удобнее всего осуществлять в два этапа. В начале следует обратить самое пристальное внимание на внутреннюю сторону первого колоса, который ближе всего к земному шару. Смотрим, сколько видно остей на фрагменте этого колоса от выхода из-под ленты и до пятого зерна. Если вы насчитали только три ости, то это один из распространенных вариантов исполнения монеты. А вот если остей 5, то переходим к поиску следующего отличия. Друзья, теперь нужно присмотреться к участку сразу над лентой между вторым и третьим колосом. Если в этом месте из-под ленты видна толстая ось, это опять же часто встречающаяся разновидность 20 копеечник. Если же ось в этом месте тонкая и едва заметная, то это и есть самый редкий вариант 20 копеек 1980 года. Такой экземпляр на текущий момент может иметь коллекционную цену около 1000 рублей. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, это поможет развитию моего канала. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok